Здравствуйте! На ИТВ новости в студии Александра Пермякова. И прямо сейчас приступаем к обсуждению самых важных событий сегодняшнего дня. Строительство моста через Керченский пролив идет по графику. Вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак проконтролировал ход работ. Гагаринский парк в Симферополе наконец-то приводят в порядок. Объединили усилия общественники, власть и горожане. За две недели мы сделали половину территории. Это очень серьезный такой показатель. Строительство моста через Керченский пролив идет по графику, считает Дмитрий Козак. Вице-премьер российского правительства проконтролировал ход работ вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Козак проинспектировал строительство по обоим берегам и на острове Тузла, к которому подведен временный мост. Это обеспечит транспортное сообщение с островом, независимо от погодных условий. Рабочие мосты, которые соединяют с Тузлой оба берега акватории, будут готовы к концу следующего года. В ходе проверки Козак заложил камень на нулевом километре четырехполосной автодороги, которая вскоре будет соединять трассу с будущим переходом моста. Осмотрел вице-премьер и стройплощадку железнодорожной станции «Портовая». На начальном этапе она позволит обеспечить рабочих стройматериалами в полном объеме. И на Крымском, и на Материковом берегах ведется подготовка к созданию подходов к мосту. Также в проекте запланирована реконструкция Высшестебливской станции и строительство станции «Тамань-Пассажирская». Предполагается, что протяженность автодороги к мосту на Керченском полуострове составит 8 километров, а двухпутной железнодорожной линии – 17,5 километров. Сдать мост в эксплуатацию подрядчики должны в декабре 2018 года. Дороги в местах компактного проживания крымских татар не только в крымской столице, но и по всей республике в целом приводятся в надлежащее состояние. С ходом проведения работ в районе жилого массива Акмечет сегодня ознакомился вице-премьер-министр Крыма Руслан Бальбек. Совет министров Крыма в этом вопросе старается держать руку на пульсе. Вместе с заместителем главы администрации Симферополя Тейфуком Гафаровым и начальником управления городского хозяйства Олегом Сальциным, вице-премьер-министр республики Руслан Бальбек побывал на улице Аккая, где ведутся укладочные работы. Многострадальная улица, достаточно длительное время, при которой 3-4 года точно здесь ремонты не проводились. В прошлом году проводился латочный ремонт, но поскольку здесь дорога, ну, мы видим, в плачевном состоянии, но еще дело здесь без фабрики Южной, до сих пор никаких серьезных работ не проводилось, мы видим огромный поток транспорта, огромное количество людей здесь проживает, пассажирский транспорт. Во время дождей большое количество воды здесь сходит, поэтому, соответственно, с применением специальной технологии проводится данная работа. Работой подрядчика в целом Руслан Бальбек остался доволен. Дорогу обещают сдать на будущей неделе. Пока, правда, без благоустройства, но чуть позже здесь обещают и бордюр, и даже отдельную дорожку для велосипедистов. Ну, эта дорога на самом деле, кроме ямочного ремонта, никогда не видела вот таких изменений, которые происходят сейчас. То есть, это основательное строительство дороги. Это начало того, чего мы говорили, анонсировали о том, что во всех местах компактного проживания будут нормальные дороги с учетом водоотведения. И пришло время, когда людям нужно создать необходимые условия. На дорогу по улице Акая у город администрации большие планы. Ее могут соединить с Ялтинской трассой. Правда, пока окончательного решения по этому предложению нет. В перспективе, я думаю, что сейчас глава администрации еще будет принять решение, мы эту улицу замкнем на улицу через Марин на Ялтинскую. Но это в перспективе, потому что здесь очень большие затраты. Не будем говорить, не будем обещать. А что это позволит? Это позволит порток, который в Севастополе сразу идет вправо, уйдет на Ялту. Мы снимем проблему города. Очень большой поток Сеалты, вот этот Бакширайский район, он идет, район 69 октября, весь массив, он будет ехать сюда. Проект дорогой, но в перспективе мог бы существенно разгрузить весь город. Саму дорогу добавили в администрации и укладывают на совесть. Так что, по словам Тейфука Гафарова, к вопросу ее ремонта не придется возвращаться как минимум 5-7 лет. Егор Петрунин, Николай Гришко, служба новостей ТВ. Чистота и порядок в парке отдыха имени Гагарина совместными усилиями сотрудников муниципального унитарного предприятия «Экоград», членов некоторых симферопольских общественных организаций и простых жителей города проходит, пожалуй, самая масштабная за несколько лет уборка. Подробности знают наши корреспонденты. За две недели, что ведутся уборочные работы, парк имени Гагарина полностью преобразился. Для удобства проведения работы его условно разделили на 4 сектора. На данный момент уже практически полностью очищена от мусора и палой листвы территория от монумента Трех Граций до мемориала ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. За две недели мы сделали половину территории. Это очень серьезный такой показатель. Хочу сказать, что буквально две-три недели весь парк будет настолько же чистый, ухоженный и приятный для посещения, как детский парк. Основные силы для проведения уборки предоставило муниципальное унитарное предприятие «Экоград». Ресурс задействован действительно серьезный. Проводим зачистку парка Гагаринского, санитарную очистку. Убираем полностью весь мусор, ветки, которые за много лет накопились. Принимает активное участие общественная организация, большое им спасибо, школьники. Сами приходят и завеляют желание, просто люди. Также принимает участие детский парк. Много очень организаций, которые принимают это участие. После проведения такой масштабной акции за территорией парка закрепят сразу несколько человек, которые будут следить за тем, чтобы чистота и порядок сохранялись постоянно. Егор Петрунин, Николай Гришко, служба новостей ТВ. Мы продолжаем эфир, не переключайтесь, далее вы увидите. Лучшего спасателя России выбирали в Крыму. Я имею определенный опыт работ с данными приборами. Три молодых врача, которые отправятся работать в село, получат по миллиону рублей. Мы надеемся, что таким образом мы сможем привлечь молодых людей, молодых докторов с других регионов России. Служу России! Теперь с гордостью могут сказать еще 89 крымчан. Курсанты первого курса крымского филиала Краснодарского университета МВД России приняли сегодня присягу сотрудника органов внутренних дел. Торжественное мероприятие прошло на площади Ленина в Симферополе. Для ребят это один из самых важных дней в жизни. Сегодня они сделали свой выбор. И этот выбор – служить на благо Родине. Бороться с преступностью и охранять правопорядок. Гордые родители, родственники и друзья наблюдают церемонию за ограждением. Эти ребята стали первокурсниками филиала одного из самых достойных вузов Крыма. Михаил Шеремет уверен, с трудоустройством после выпуска у этих ребят проблем точно не будет. С такой прекрасной молодежью мы пройдем все испытания и я уверен, что она пройдет все испытания и станет настоящими, достойными офицерами, настоящими профессионалами. И я уверен, что мы ими будем гордиться и они послужат укреплению безопасности и процветанию нашей Родины, России. Лучшего пиротехника России выбирали в Крыму. Всероссийский конкурс прошел в поселке Мазанка Симферопольского района. На базе специализированного отряда главного управления МЧС Республики четыре дня соревновались лучшие сотрудники пиротехнических подразделений. На протяжении всего конкурса была равная и напряженная борьба. Участники показывали свои знания не только на практике, но и в теории. Первое место занял начальник группы пиротехнического отдела Центра специальных операций особого риска лидер – москвич Максим Черненко. По словам спасателя, победа им удалась слегка, ведь опыт работы немалый. Такой норматив, как поиск боеприпаса, для меня не составлял особого труда найти его, боеприпас. Потому что я имею определенный опыт работы с данными приборами по поиску авиационных бомб. Несколько месяцев назад приехали только с командировки, с города Севастополя. Мы этим самым, можно сказать, там и занимались, искали авиационные бомбы. В Минздраве Крыма подписаны первые три договора с молодыми врачами, которые отправятся работать в село и получат при этом миллион рублей. Таковы условия федерального проекта «Земский доктор», который стартовал на полуострове в этом году. Почему врачи сделали такой выбор и на что потратят деньги, узнавала наша съемочная группа. Терапевт, стоматолог и хирург. Три молодых врача подписывают трудовой договор с Минздравом Крыма и уже в течение месяца становятся миллионерами. Условия программы несложные, но есть свои нюансы. Участвовать могут лишь те, кто прописался в селе в 2015 году. По договору они должны будут отработать там не менее пяти лет. Мы надеемся, что таким образом мы сможем привлечь молодых людей, молодых докторов с других регионов России. У нас благодатная, прекрасная земля, у нас хороший многонациональный народ живет здесь. У нас солнце, море и вода. Что еще нужно человеку для счастья? Поэтому мы хотим, чтобы молодежь всей Российской Федерации участвовала в наших конкурсах-отборах. Конкурсы не тяжелые, отборы простые. Кроме миллиона и ежемесячной зарплаты участники программы «Земский доктор» смогут получить возможность на приобретение земельного участка. В отношении выделения участка земли или обеспечения жильем. В Республике Крым принят закон номер 66, который регламентирует, что специалисты, которые отправляются на работу в сельскую местность, имеют право получить сроком на 6 лет безвозмездное пользование участок земли на территории того сельского поселения, где осуществляется трудовая деятельность. При условии, что он будет там прописан и будет проживать по месту своей работы. А по российскому законодательству, после 6 лет этот участок закрепляется за ним бесплатно и переходит ему в собственность. Проект совместный. Деньги выделяются из бюджета Крыма и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. За год получить вакантные места в селе и 1 миллион рублей имеют возможность 20 человек. Пока прошли только трое. На них вся ответственность. Здесь предусмотрены средства как Федерального фонда обязательного медицинского страхования, так и средства бюджета Республики Крым. При... Одним из условий данной целевой программы является обязанность медицинского работника отработать в сельской местности не менее 5 лет. В случае досрочного расторжения договора заключенного, трудового договора, работник обязан возвратить финансовые средства за фактически неотработанное время. Распорядиться деньгами участники программы могут по своему усмотрению, но в основном все планируют приобрести жилье. Хирург из Омска не скрывает. Мечтал всегда жить в теплых краях. Надеется, денег хватит на приобретение дома. Всегда хотелось из Сибири переехать в теплый регион. Мы с супругой решали и решили, что это будет Крым. Тем более, что это стало возможным. Полученные деньги пойдут на приобретение жилья. Севиля Джипарова планирует обустроить быт своей семьи. Она не только молодой врач, но и жена, и мама. Окончив университет, я решила идти работать в сельскую местность по еще распределению. Так как основная цель данного проекта – это улучшение жилищных условий, а так как у меня молодая семья, дети, поэтому я именно с этой целью и решила потратить эти деньги. А вот Эльвира Умирова жить в селе никогда не хотела. Но девушка не скрывает – первый миллион очень быстро повлиял на изменение ее планов. Училась, заканчивала интернатуру, ординатуру, проходила различные курсы, но в село никогда не хотела. Но тут такая возможность получения такой приличной суммы денег, можно как-то состояться. Вот решилась пойти в село, поднимать село, так как знаю, что у нас в селе не хватает врачей. Поучаствовать в программе могут все желающие врачи до 45 лет. Условия проекта «Земский доктор» вы можете найти на сайте Минздрава Крыма. До конца этого года еще как минимум 17 человек будут отобраны и отправлены в село, где катастрофически не хватает врачей. Александра Пермякова, Роман Ананев, Служба новостей и ТВ. Таким был сегодняшний день. Я прощаюсь с вами и передаю слово своему коллеге Тарасу Брезицкому. Он продолжит эфир и расскажет о новостях спорта. Всего вам доброго. Служки в ней работают сразу три секции. Причем боксерская – самая передовая. Занятия преподают тренеры Бахтияр и Руслан Аджимуратовы. Первый еще и судья международной категории. Директор попросил сделать турнир по боксу. Поэтому мы тренируемся в этой школе, как бы тренируемся. И мы организовали этот турнир. Ну, пригласили Бахчисарай, Красный Перекоп, Нижнегорск и Симферополь. И вот мы сейчас здесь определяем сильнейших. И пусть эти дети школы нашей, где мы тренируем, учащиеся смотрят и также будут записываться на эти секции. Боксерская секция школы в Каменке традиционно щедро одаривает крымский спорт высоких достижений и талантами. Именно тут занимались известные на полуострове молодые спортсмены. Айдер Тавлетов, Ратмир Минситов, Эльдар Маматов и Садык Дерман. Сейчас они уже представляют честь республики на всероссийских соревнованиях. Но на ринг родного зала выходят с особым трепетом по-прежнему. Вся школа, можно сказать, собралась. Болеют за нас родственники. Ну, очень, конечно, приятно. Не как где-то в чужой стране боксировать. Чувствуется поддержка. Думаю, сейчас показать хороший результат, чтобы они порадовались за нас. Подавляющее большинство спортсменов начинающие. Они боксировали два раунда по две минуты. На протяжении пяти пар судьи не могли определить победителя. Первыми на ринг вышли местный боксер Суфьян Зинединов и Мустафа Дурсунов из Зуи. Вес соперников меньше 20 килограммов. Они также завершили поединок в ничью. Мустафа остался доволен боем, хотя и не выиграл. Говорит, навыки боксера и в школе помогают. Ведь он первоклассник. Нужно завоевывать авторитет. Я в классе два раза бился. Я с первым мальчиком бился, и он меня укусил. В ничью завершили бой Эрвин Абдугафаров из Бахчисарая и местный начинающий спортсмен Белял Ситаров. Последний значительно уступает оппоненту в росте. За Беляла болели трибуны родной школы. Ситаров боксирует всего год, но уже доволен успехами. Ведь в спорт он попал не случайно, а с конкретной целью. Я пришел на бокс, чтобы никто мою семью не обижал. В старшей возрастной категории обошлось без неожиданностей. И Айдер, Тавлетов и Садык Дерман одержали уверенные победы. Симферополис Артем Тайнов чемпион мира по армспорту. Свою очередную награду лучшего рукоборца планеты, уже восьмую по счету, он завоевал в Куала-Лумпур. На малазийском чемпионате Тайнов выступил в весовой категории 90 килограммов. Свой лучший результат спортсмен сумел показать в борьбе на левую руку. На пути к медали высшего достоинства Артем обошел таких спортсменов, как еще один россиянин Александр Логвин и немец Дитер Шпанагель. В их активе, соответственно, серебро и бронза. Отметим, накануне победы Тайнова на этом же чемпионате мира отличились крымские ветераны армрестлинга Симферополис Хвича Хасая и Валерий Гончаренко из села Охотниково Сакского района, завоевавшие две бронзовых и серебряную медали. Сергей Белошеев завоевал медаль чемпионата России по шашкам 64. Соревнование завершилось в Сочи. Крымчанин выступил в Блиц-турнире. В 11 турах международный гроссмейстер из Евпатории сумел набрать 8 очков, что оказалось вторым результатом на чемпионате. Лучшим в Сочи стал представитель Якутии Гаврил Колесов. Он набрал на полтора балла больше крымчанина. Третье место занял еще один спортсмен из Якутии, международный гроссмейстер Николай Стручков. Он, как и Белошеев, набрал 8 баллов в 11 турах, но уступил по дополнительным показателям. Крымчанин Сергей Белошеев один из ведущих шашистов планеты. В этом году он в составе сборной России выступил на чемпионатах мира и Европы. Серебро чемпионатов в Сочи прогресс для Сергея. Ведь на предыдущем чемпионате страны он занял третье место. Людмила Ивановна постоянный клиент фирмы «Казацкий мед». На каждую ярмарку приходит с большой пустой сумкой, а уходит уже с полной любимого меда. Сегодня не исключение – взяла 10 упаковок. В ее семье каждый день начинаются ложки казацкого меда. Мы без меда ни у чего не употребляем. Утром мед каждый из детей с яблочным уксусом смешивают. Сейчас я мед, вот две столовые ложки меда, чайная ложка корицы. Утром рано на это колени. Я вот сегодня неделю не попила и уже у меня колени взнутся. А теперь я зиму никуда не буду выходить. Да может еще приду. Валентина Николаевна тоже открыла для себя казацкий мед много лет назад. Свои привычки до сих пор не изменила. Сочетание отменного качества и доступной цены. Именно из-за этого клиенты, попробовав казацкий мед однажды, каждую ярмарку возвращаются вновь. Ассортимент широкий, на любой вкус. Продавцы готовы предложить как минимум 20 видов пчелиного продукта. Сегодня Валентина Николаевна решила попробовать что-то новенькое – сафору. Сафору неплохой. Не вкусный. По сравнению его даже с крымским, мне этот мед больше нравится. Казацкий мед предлагает исключительно натуральный продукт. Добавки и эмульгаторы – табу. Ведь пчелиный продукт должен быть не только вкусным, но и целебным. Те, кто употребляет мед с целью улучшить здоровье, также выбирают казацкий. Это лекарство для всех отношений, всеми, всегда и везде. И вот у меня кончился трехлитровый бутылек равнозравия, я пришла сюда покупать опять. И как всегда, фирма «Казацкий мед» не перестает радовать симферопольцев приятными сюрпризами. Каждому покупателю, купившему у нас мед, 300-граммовая баночка гречичного меда в подарок, приглашаем крымчан и гостей города посетить нашу ярмарку. К слову о пользе. Фирма «Казацкий мед» предлагает и другие продукты пчеловодства – перга, пыльца, маточное молочко и сиропы. Простуда, проблемы с желудками, сердцем или ослаб иммунитет – тот или иной продукт поможет справиться с хворью. Ярмарка меда проходит в Симферопольском ДК правсоюзов. Продлится она до 8 октября включительно.